Гродинская областная организация Белорусского товариства Червоного Крыжа состоится лидером по укоронению волонтерских программ. В 2019 году медико-социальную допомогу отрымали больше за 21 тысячу человек. Под опекой сестер милосердности находится свыше 300 человек, открытый и активно просуя кризисный покой. У Гродинской областной организации Червоного Крыжа больше за 165 тысяч сябров. В 2019 году реализовано 11 проектов самой розной накерованности. Красный Крест может расширить спектр услуг, которые сегодня не оказывают государственные органы. В свою очередь, государственные органы подсказывают, где Красному Кресту необходимо приложить усилия для решения общих вопросов. На рахунку Гродинской организации Червоного Крыжа без лиш инициатив. Самые запотребованные социальные няни заняты у медустановок. Добро себе зарекомендовал Центр поддержки семьёв с детьми с обмежованными махчимостями. У Гродни открытый кризисный покой, куда могут звернуться мигранты и беженцы, люди, которые опынулись в тяжком становище. Гродинский Красный Крест имеет знамя первенства в обучении населения первой помощи, основам ухода на дом. Все эти сервисы, казалось бы, есть и в государстве. Но Белорусский Красный Крест – это та организация, которая является социальным партнером государства. И поэтому очень важно, чтобы такое взаимодействие продолжалось и дальше. Проводив анализ своей працы, супрасовники Червоного Крыжа означали те моменты, над которыми собираются працовать в дальнейшем. Один знакерунка у клопота в пожилых людях. Чтобы организовать эту допомогу годно, правильно и корыстно, специалисты звернутся до опыта у других краин. Как прагучала на выниковой сутрыши, организация протягнет развивать и усмотнять волонтерский рух. Был узгаданный и юбилейный факт. В 2021 году БТЧК отзначит 100 годов, что станет главным ориентиром планования всех программ, акций и инициатив. В 2021 году вдруг случится 100 лет всего Белорусского Красного Креста. Помятуя об этом, в 2020 году, конечно, мы будем стараться и готовиться к этой дате. В частности, вместе с партнерами из Евросоюза мы сейчас много говорим и думаем, как развивать в стране такую систему, как интегрированная помощь при долгосрочном уходе за пожилыми людьми на дому.